В современном обществе, казалось бы, столько делается для детей. Появляется все больше обучающих технологий. Но результат развития наших детей удручает. Количество подростков, с которыми необходимо заниматься, педагогу-дефектологу, постоянно растет. Бывают и более тяжелые случаи, тогда на помощь может прийти арт-терапия. Узнать, что такое арт-терапия, разобраться с тем, как арт-терапия работает в пространстве изобразительного искусства, нам поможет кандидат педагогических наук Виктория Калягина. Виктория, рад, что вы пришли к нам сегодня в гости. Мы можем поговорить о такой важной теме, как арт-терапия. На первый взгляд, в рот, все понятно. Арт – это искусство, терапия, лечение. Но, может быть, арт-терапия и арт-педагогика – это синонимы. Вот нас же учат в детском саду, что ребенок должен уметь рисовать. И, может быть, это и является арт-терапией. Если подходить к расшифровке терминов, все-таки педагогика – это воспитание. И воспитание искусством – это не совсем лечение искусством, как переводится арт-терапия. Поэтому с арт-воспитанием мы сталкиваемся с самого детства, и в дошкольном возрасте, в школьном. Нас учат рисовать, обучают методикам определенным. И в этом направлении в большей степени развитие ребенка, развитие его мышления, воображения, развитие мелкой моторики и других высших психических функций. Но когда мы говорим об арт-терапии, все-таки мы должны понимать, что это психологическое направление, которое направлено, конечно же, тоже всецело на развитие ребенка, но в большей степени касается на коррекцию и на психотерапию тех эмоционально-личностных трудностей, которые есть у ребенка. Поэтому арт-терапия применяется психологами, когда есть какие-то трудности, страхи, тревожность, депрессия, какие-то негативные моменты, стресс. И с помощью арт-терапии можно и гармонизировать эмоциональное состояние, проводить коррекцию, например, коррекцию страхов, улучшать настроение и избавляться от каких-то других негативных эмоционально-личностей проблем. Виктория, вы согласны с утверждением, что если показать детские рисунки, то можно понять, что находится в душе у ребенка? Да, конечно же, есть целое направление диагностическое, именно связанное с рисунками. Они называются проективные методики. И с помощью избразительной деятельности определенных методик можно понять интеллектуальное развитие, насколько ребенок соответствует норме, или он задерживается, или он опережает. Или можно посмотреть какие-то эмоционально-личностные моменты, которые могут насторожить нас, могут показать, что у ребенка есть страхи, тревожность, агрессия или какие-то другие нарушения. То есть с помощью рисунка ребенок показывает видение своего внутреннего состояния, состояния своей психики, и в том числе он с помощью рисунка раскрывает видение окружающего мира. Да, как глазами ребенка мы видим рисунок и понимаем, что может быть в этом рисунке хорошего или плохого. Поэтому есть, например, такой рисунок, в котором можно посмотреть интеллектуальное развитие. Этот тест называется тест Гуденав на рису человека. А вот сразу вопрос. Ну, наши телезрители могут сказать, ну, это, наверное, психологи могут об этом сказать, может ли простой родитель посмотреть и осознать, что все-таки какие-то проблемы у ребенка есть? Да, ну, даже можно посмотреть рисунки и сказать, да, вот этот рисунок настораживает, и нужно, как бы, может быть, дополнительно сходить к психологу, или эти рисунки говорят о благостном состоянии внутреннего мира ребенка. Например, если мы можем посадить ребенка и попросить его нарисовать человека, а если ребенок будет спрашивать дополнительные какие-то вещи, мы можем сказать, нет, нарисуй человека. Нам важно понять, как видит понятие человека сам ребенок. И мы должны понимать, что в 6 лет ребенок себя отождествляется своим рисунком бессознательно. И очень важно, что мальчики должны рисовать мальчиков, а девочки должны рисовать девочек. Мы обращаем внимание, конечно, на цветовую палитру, на содержание рисунка, да, на его графические данные. Например, если ребенок рисует человека, и в 6 лет он может хорошо изображать себя, да, посмотрите. Мы видим, что здесь дополнительные детали, дерево, четко прорисовано лицо. Мы понимаем, что у ребенка еще не настолько графомоторные навыки развиты, да, но мы видим присутствие, например, цифр. Он уже в 6 лет или в 5 лет владеет этими понятиями. То есть мы уже можем определить, что интеллектуальное развитие этого ребенка достаточно высокое, потому что ему интересно использовать какие-то абстрактные понятия, такие как буквы, цифры. Мы видим, что рисунок достаточно прорисован, то есть нарисованы брови, глаза, нос. Даже эмоциональная составляющая мы видим. Поэтому мы говорим, ну да, ребенок видит окружающий мир достаточно гармонично. Конечно, это и такой неяркий пример. Мы можем посмотреть рисунок вот такой, в котором есть масса, цветовая гамма, достаточно широкая палитра. Здесь различные цвета, дополнительные детали, такие как бабочки, птицы, деревья. Деревья. Все тщательно прорисовано, да. И мы видим, что героиня, которая рисовала, она в центре себя нарисовала. Она тщательно прорисовала все линии, дополнительно даже украсила свою юбочку, делая себя нарядной. С ней рядом стоит брат, мама, папа. Видим, что в цветовой гамме мама и девочка похожи, что говорит о том, что все-таки мама ближе, она себя определяет вместе с мамой. Мы говорим о том, что достаточно четкое прорисование, дополнительные детали, распространенная такая широкая гамма цветов говорит о гармоничном состоянии мира ребенка. Интеллектуальное развитие тоже здесь налицо. В том уровне 100%. Но мы можем сравнить этот рисунок с другими рисунками и посмотреть, может ли рисунок ребенка в 6 лет быть таким же. Например, давайте посмотрим вот этот рисунок. И здесь нарисована тоже семья. Но здесь уже совершенно другие образы. То есть в 6 лет ребенок изображает человека вот в таком схематическом изображении. И здесь подписал психолог, кого ребенок назвал, кого он нарисовал. То есть это не подписи ребенка? Нет, это подписи психолога, который как бы зафиксировал, кого ребенок нарисовал первым, кого вторым у нас есть еще, помимо теста «Нарисуй человека», есть тест «Нарисуй свою семью», который еще больше раскрывает мир ребенка, взгляд ребенка на себя в семье и на взаимоотношения в семье. Ну, посмотрите, вот этот же ребенок нарисовал себя, дедушку, телевизор, да. А вот тут члены семьи, которые также похожи на него, да, вот в его, как бы сказать, видении людей. Дело в том, что, когда ребенок свою семью видит отдельно от себя, ближе для него дедушка, который лежит на диване, мы настораживаемся, что же происходит в действительности в семье. Вот, это ребенок с СДВГ, да, с гипердинамичным синдромом. Часто такие дети рисуют себя в движении, в активности. Но у меня был ребенок, который нарисовал свою семью, он нарисовал себя, сестру и телевизор. И когда я спросила, где же мама и папа, он сказал, они в другой комнате. Я помню этот рисунок, я помню этого ребенка. Когда ребенок изображает свою семью, важно посмотреть, кого он рядом рисует. Рисует ли он себя первым? Или он вообще не рисует себя? Значит, он не видит себя в семье. Такое тоже бывает? Да, да. Они часто спрашивают, а дедушку или бабушку рисовать? И психолог, или когда мы четко должны понимать, мы не даем инструкцию воспитательную, мы смотрим, что он понимает под своей семьей. Мы говорим, нарисуй семью. И часто сидит мама рядом с психологом, и ребенок, например, не рисует бабушку. Он говорит, ну бабушка с тобой сидит каждый день, почему ты ее не рисуешь? А тут мы должны понимать, что дети бессознательно подходят к изображению своего отношения с людьми. Поэтому те члены семьи, с которыми негатив или конфликт, они бессознательно не рисуются. Это может быть братья, сестры, или какие-то близкие родственники. И еще наоборот, когда нет члена семьи, например, папа, папа отсутствует, а дети рисуют этого папу, которого нет. Это тоже говорит о тех моментах, которые переживает ребенок в дошкольном возрасте по отношению к семье. Поэтому вот такой проективный тест, как нарисуй свою семью, он потрясающе показывает, что в действительности происходит в семье. Мы часто не знаем, мы не понимаем, почему ребенок агрессивный, почему он гипердинамичный, или почему он боится. Иногда рисунок семьи может показать даже самим родителям, которые с удивлением... обнаружат, что они думают, что у них в семье все в порядке, но с точки зрения ребенка дело обстоит совершенно по-другому. Да, да. И очень важно, что именно тогда они начинают менять что-то в семье и пытаться как-то улучшить взаимопонимание и гармонию в этой семье. Поэтому это очень важно. Виктория, одна из таких серьезных проблем практически она бывает. У большинства родителей в определенном возрасте дети испытывают страхи. Вот с вашей точки зрения арт-терапия может помочь справиться с этой проблемой? Да, дело в том, что арт-терапия позволяет не только диагностически узнать о эмоциональных проблемах или благополучии ребенка, но и, что очень важно, производить коррекцию различных эмоциональных трудностей и нарушений, которые могут возникнуть. Одной из частых проблем, с которыми обращаются родители в дошкольном возрасте, это страхи. И надо понимать, что в дошкольном возрасте есть возрастные страхи, которые являются нормой. То есть, если четырехлетний ребенок боится бабу-ягу или трехлетний, мы понимаем, что это нормальное явление, и возрастные страхи со временем самостоятельно проходят. Но что следует запомнить? Если страхов очень много, ребенок боится многие какие-то предметы, явления, которые, в принципе, особо его не окружают. Если есть один страх, но ярко выраженный, например, боязнь собаки, до такой степени, что ребенок, да, боится даже и увидеть на рисунке. И такое бывает? Да, это уже фобические такие моменты. Нас насторожит, когда ребенок просыпается ночью, и у него ночные страхи. Мы можем понять, что здесь уже требуется работа. Почему? Потому что эти страхи застревают, они переходят в другие страхи, их становится больше, и ребенку это мешает жить. В возрастных страхах, да, мы можем помочь ребенку таким образом попросить, сесть, дать ему палитру карандашей, различные цвета, да, и попросить нарисовать свой страх. Некоторые дети в 6 лет говорят, а я не знаю, что нарисовать. Некоторые сразу начинают рисовать импрессионистки цветом, абстрактно выражая свое видение, что такое страх. И получается какая-то бесформенная масса, черная или непонятно агрессивная. Некоторые рисуют конкретику, собаку, волка, медведя. Дело в том, что когда ребенок визуализирует образ страха на бумаге, то очень важно понимать, мы можем с этим страхом работать. То есть мы в какой-то степени вытащили его из ребенка, и вот с этим образом страха мы можем работать. Да. Поэтому мы можем предложить ребенку, если это бесформенная какая-то черная масса, давай нарисуем глазки. А давай возьмем голубенький карандашик, нарисуем глазки. А как ты думаешь, а у него ротик есть? Есть. А может быть, он будет улыбаться? Ну, давай попробуем. Может ребенок сказать, нет. Ну, давай. Он грустный, страх? Да. Как ты думаешь, а почему он грустный? Может быть, он боится? То есть в диалоге с ребенком начинаем развивать диалог вот с этим образом. И пробуем его немного трансформировать. В положительную сторону. Да. Облагородить таким образом. А давай нарисуем ему бантик. А посмотри, какой он стал. Наверное, он уже не такой грустный, да? А бантик. А может быть, он голодный? Мы ему нарисуем конфетку. Надо его покормить. Страх. Да. Он будет сытым и хорошим. Да, конечно же. И когда ребенок начинает вот таким образом, играя, изменять образ своей психики внутренней, содержание, этот страх, меняя визуально и видя, как он трансформируется, идет большая глубинная работа внутри самого ребенка, в душевном состоянии. После этого большое количество детей перестает бояться. Или уровень страха снижается. Резко понижается. Получается, здесь вот есть у нас арт-терапия в пространстве изобразительного искусства, а здесь мы уже в такое пространство игры-театра уже входим. Да, синтез такой. Синтез такой. Мы можем синтезировать изотерапию с какими-то другими видами искусства, с музыкой, с движением, с театрализованной деятельностью, которая позволяет ребенку прочувствовать более глубокий эффект воздействия искусства на себе. Это победительное внутреннее ощущение силы, уверенности, которую он впервые, может быть, чувствует, когда взаимодействует с этим образом страха. Виктория, а какие у вас были самые яркие случаи в вашей практике, когда с помощью арт-терапии удалось помочь детям? Ну, вы знаете, у меня много в голове таких случаев. Хотя бы несколько. Да, я вам расскажу, конечно, поделюсь. Я помню одного мальчика, и в 12 лет привели, когда он сказал, я не хочу жить. Тогда папа привел ребенка к психологу, и в разговоре папа осознал, что проблема всех эмоциональных проблем у ребенка часто в семье, в взаимоотношениях. Поэтому он привел маму на консультацию, бабушку на консультацию. Была такая глубокая внутренняя работа самого папы и всей семьи, кто какую должен иметь роль в воспитании ребенка, в взаимоотношении. И параллельно мы, конечно же, очень глубоко проработали с помощью арт-терапии различные проблемы, которые были у мальчика. После этого прошло какое-то время, там месяц или два такой глубокой работы. И вот он приходит, говорит, Виктория Геннадьевна, вы знаете, у меня все хорошо. Я помню вот его слова досконально. Я говорю, ну расскажу. Он говорит, в школе у меня пятерки, со сверстниками у меня нормальные отношения. Вот сестра начала на меня кричать. А я, говорит, перед ней вот так взял, дверь спокойно закрыл. И спокоен. Я, говорит, раньше думал, что меня не любят. Оказалось, меня очень сильно любят. Поэтому для меня арт-терапия каждый раз – это индивидуальный какой-то момент, когда с помощью рисования или, может быть, других техников психологических, мы помогаем ребенку совершенно по-другому научиться видеть жизнь. А вот, Виктория, кто-нибудь скажет, да просто, ну, действительно, родители там не обращали внимания на ребенка. Они обратились, стали его любить. И все хорошо вот стало. Арт-терапия здесь ни при чем. Что можно возразить на подобные суждения? Ну, дело в том, что понятие вот просто измениться в ситуации, да, как вы сказали, больше любить ребенка, уделять ему внимание, конечно, это большой плюс. Это однозначно. Но были проработаны и другие вещи. Это неуверенность в себе, да, неприятие каких-то правил поведения. То есть волевые усилия у мальчика были очень несформированы. Ему трудно давались там выполнения, расписания дня. Вот. У него были проблемы с сестрой, которые с помощью арт-терапии прорабатывались. То есть, на самом деле, отсутствие любви породило целый комплекс проблем, которые оказались укоренены в его поведении. И для того, чтобы корректировать, то бишь, заниматься терапией, пришлось, в общем, затратить достаточно большое время. Да. И я вспоминаю девочку, которая ко мне приходила в 13 лет. Она занималась в художественной школе. Она прекрасно рисовала. Но у нее были очень большие проблемы взаимоотношения со своими сверстниками в школе. Она чувствовала себя очень некрасивой. Она не могла даже... Она рисовала все, что окружает ее, но она не могла нарисовать себя. То есть, это неприятие своего внешнего и внутреннего мира. Она со слезами говорила, я не могу себя нарисовать. И после большой такой работы глубинной, с помощью артерапии, различными сложными психологическими моментами и подходами, которые знают психологи, мы прорабатывали многие с ней моменты. И с ней произошла такая ситуация. Она пришла и рассказала мне, что произошел конфликт в школе с мальчиками. И мальчики на нее очень так агрессивно себя вели. Я подумала, она мне рассказывает, что после этого будет у нас такой отход назад, обвал. Но я не ожидала, что вот накопленный потенциал уверенности в себе... Позволил ей. Да, позволил девочке. Она сказала, нет, я буду ходить в школу. Я сумела отстоять себя, я смогла выразить свое мнение, высказать этим мальчикам. Они стали меня после этого принимать, уважать. И для меня это была вот моя внутренняя победа и радость за нее, что с помощью артерапии... Вот я уже сказала, что девочка ходила в художественную школу, рисовала. И, казалось бы, вот, арт-педагогика, она же владела какими-то моментами. Но именно артерапия помогла ей выйти на другой эмоциональный и личностный уровень ее развития. И даже в сложной стрессовой ситуации она смогла по-другому себя вести. И это дало ей возможность принимать себя. Она стала приносить мне рисунки, где она рисует себя. И рисует себя красивой. Понимаете? А до этого она ходила, она говорит, я иду, я наклоняю голову, потому что мне кажется, что все люди на меня смотрят и говорят, какая я некрасивая. Ну, Виктория, и в завершение нашей такой очень глубокой и познавательной беседы сделайте несколько рекомендаций нашим родителям, которые смотрят нашу программу. Вот в каком возрасте какие рисунки детей они, в общем, должны вызвать озабоченность у родителей? Ну, в большинстве случаев, как бы, мы должны понимать, что рисунок ребенка развивается по этапам онтогенеза, нормального развития. То есть в два года рисунок, там, кругов, которых я показываю, да? Да, конечно. Это норма. Это норма. Это норма. Но по мере взросления образ человека должен все-таки обретать более конкретные и подробные такие прорисовывания. Цветовая гамма должна расширяться. И какие-то выводы мы можем делать только к шести-семи годам, когда идет переходный этап, когда ребеночек переходит в школу, да? Он идет в школу, и мы можем, как бы, говорить, готов он или нет. То есть если в шесть лет ребенок не может нормально, схематично изобразить человека, это звонок? Да. Нет, смотрите, что он должен изобразить. Он должен в шесть лет изображать подробно это пять пальцев. Не три, не два, не палка, да? Вот некоторые рисуют один, два, три, четыре, пять. То есть у него уже интеллектуально он понимает, что это человек. Он рисует дополнительные детали. Глаза, брови, ресницы, губки, щечки, там, банты, волосы такие, платья, элементы какие-то, пуговицы. Это все говорит о тщательной прорисовке вот объекта, то есть человека, да? Говорит о том, чем больше дополнительных деталей, тем выше интеллект. Цветовая палитра ярче, то говорит о гармонизации внутреннего эмоционального мира. А если мы видим в шесть лет головоногов, палка-палка, огуречек, если мы видим какие-то вещи, ну, вот такого характера, да, или вот такой рисунок, да, когда даже схема тела ребенком неправильно рисуется. Да нет, вроде бы здесь есть владение тем же самым карандашом. Вот, мы видим, да, 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 поэтому этому ребеночку уже 20 лет, для меня он тоже ребеночек, но явные моменты, которые говорят о нарушениях психических, вот. И тут уже специалисты могут как бы тщательно сказать, что в действительности у человека, но мы должны ориентироваться на... Мы все рисовали в детстве, посмотрите, какой прекрасный рисунок. Так все тщательно, красиво, детально изображено, пунктуальность такая. Но психолог, который посмотрит на этот рисунок, может сказать, что здесь есть определенные особенности. Посмотрите внимательно, да, вот тут изображен светофор, женщина переходит с... Коляской. С коляской, вот. Ну, забегая вперед, скажу, что это рисунок глухого ребенка, который для себя помечает определенные ориентиры, и это его страх. Если он не увидит светофор, его могут задавить. Но с другой стороны, посмотрите, как интеллектуально развитирует. Да, конечно. Такая палитра, такие прорисовки тщательные, сложный рисунок, да. Если это ребенок рисовал 8-7 лет, это говорит о его интеллектуальном благополучии. Но какие-то есть эмоциональные моменты, которые могут нас насторожить. Если он рисует танки, кровь или какие-то там ужасы, кошмары для нас, это тоже является показателем разобраться, что ребенок смотрит, какие мультики, что у него в душе, и обратиться к специалисту. Вот, поэтому в любом случае нужно рисовать, нужно и вместе с ребенком рисовать. И это даст возможность прочувствовать взаимосвязь с ребенком. Ну, я с вами полно согласен, вы же вот очень хорошо привели эти слова, что рисунки – это зеркало души. Я думаю, что вот после нашей с вами сегодняшней беседы родители лишний раз, я надеюсь, что они тоже это в той или иной степени представляют, они теперь более глубоко это будут знать. Спасибо вам, грамотное. Спасибо вам большое. Мне очень понравились ваши слова «Через рисунок посмотреть в душу ребенка». Это прекрасно, да? Спасибо. Спасибо вам.